...что 100 видов в день исчезает, это какая-то цифра катастрофическая, откуда это все? Ну вот я тоже говорил, для меня это было совершенно неожиданно, потому что мои данные, я этим много интересовался, естественно, и когда был вице-президентом Всемирного общества охраны природы и так далее, Красная книга, и мои расчеты были, что 10 видов в день. 10 видов в день. Ну вот появился данный, вот доклад, вот Организация Объединенных Наций, вот Конвенция по биоразнообразию, они получали денежки, они с утра вечера работают над анализом биоразнообразия, и в основном это связано с ликвидацией тропических листов, коралловых рифов и мангров. Я тоже встречала эти цифры, ну в открытой печати, так, для широкой публики, про 100 видов в день, но непонятно из этого доклада, публикуются ли в этом докладе методики, каким образом, ясно, что за счет тропических листов, мангров и так далее, каким образом рассчитывается, то есть методика расчета вот этих темпов исчезновения? Значит, зайдите на их сайт, там огромный материал на их сайте, там все написано, как они, ну я думаю, что написано, как они считают, я просто посмотрел доклад, который он сделал перед последней конвенцией по биоразнообразию, и не влезал в методику, я верю тому, что они сказали, ну вернее, привел то, что они говорят. Спасибо за прекрасный доклад, вопрос меня такой, как вы объясняете, что алармистские крики конца 20 века, о том, что вот гринят глобальное потепление, и сейчас скоро он тонет, вдруг в начале 2000-летней смеялись с другими криками, а то, что скоро все замерзло, а как мы так лестно переключились, вот гринят глобальное потепление, и что вы тут делали, какие тут силы работают, пожалуйста, гринят. По-моему, я не вижу такого переключения, как в конце прошлого века говорили о глобальном потеплении, так оно и идет. В прошлый год вошел в стройку самых теплых лет за все время наблюдения, метеорологического наблюдения. Сегодня, вчера, вчера, позавчера и у нас сейчас три климатических этих, а метеорологических рекорда, вот даже вот мы в марте поставили, ну и так далее, а вот эти волны холода, о которых вы видите, говорить, там и на Урале были, и в этом, это все вписывается в эту программу. Во всем, смотрите, что получается. Вот очень наглядно ситуация с Арктикой, очень наглядно с ледовым покровом Арктики. Я просто морское зверище, и поэтому мне это интересно. Были прогнозы, по которым ледовый покров в Арктике исчезнет к 2025 году. У нас в прошлогодние прогнозы НАСА и американских военных исчезнет ледовый покров. К 2018 году, к 2018 году, в Арктике может не быть ледового покрова вообще. Вот смотрите на литературу, или давайте мы с верим ту литературу, которую вы смотрите, я не климатолог, я с уважением отношусь к... Возвращаясь к Тимофееву Рисовскому, он писал о том, что биосфера, в принципе, может прокормить не больше 500 миллионов человек. Поэтому, может быть, нужно заняться все-таки Абдуллу Юрминам, конечно, не биологом. Я скажу, что наносить предел численности человек. Николай Алексеевич мой учитель, и мы с ним об этом много говорили. Он действительно, особенно вот с Тюкановым, они опубликовали немало работ, показывающих потенции увеличения биопродуктивности биосферы. Речь шла о биопродуктивности биосферы. Это только одно из направлений. Ведь он, Тимофеев, обращал внимание, ну и как тогда все говорили, не хватает еды, не хватает ничь. Как же мы будем, чего же есть когда человек, он показал, где, на каких потоках, на каких входах, выходах мы можем сэкономить эту энергию, можем ее более интенсифицировать. Такие, я не знаю, 50-50, я знаю, 12 миллиардов, он говорил о 12 или 14 миллиардов, что продуктивности биосферы хватит, чтобы прокормить 14 миллиардов человек. Это он говорит, это действительно так. Ну, его, в то время, когда Тимофеев Лисовский был 30 лет назад работал, тогда не было ясен, например, вот этот рост генетического груза. Просто не был ясен. А он один может перечеркнуть все остальное. Ну и так далее. Это у меня даже не вопрос, нечего-то вопрос. В чем в вашей схеме совершенно в личной компоненте, не удивлено внимания, по сути дела, ведь сокращаются площади весов, но только в Египте у причиняется. Ну, в Кидае тоже наступна. Но смена породного состава немаловажна. И вот эта компонента, она на всю биосферу опит. В чем ваш вопрос? Я согласен. Почему вот есть акцент на агрокультуре, хотя вот у нас перепроизводство, в отличие от хозяйства, и в лесах. А вот вы... Акцент случайный. Это как пример. Агрофлористы как пример того, что происходит. Вчера, что я смотрел, прислали из ФАЛа. Я не знаю, тут, наверное, люди видели эту бумагу, да? Что, мол, Академия наук представила свои данные, чем она хочет заниматься, а Совет Безопасности сказал, что это надо смотреть, что вы можете делать в области экологической безопасности. И там, я не знаю, вот Юральское отделение, я смотрю, ну, Масилиева, ну, почему написало. То есть Совет Безопасности уже сказал, ребята, надо же заниматься экологической безопасностью. И там, и в том числе, и биоразнообразие, и сохранение видов, и борьба с пожарами и лесными, и чёрт, ну, я не знаю, там, миллиардов на четыре они написали, по-моему, дополнительно, тому списку работ, который представила Академия наук на утверждение. Вот, если бы таких вот побольше было бы посылок, побольше этих посылок станет тогда, когда эта концепция будет не только в таком зале, не только среди наших, я не знаю, продвинутых геологов, что ли, а когда она станет настольной концепцией для испринимающих решения. Вот еще. Алексей Владимирович, Вы предложили Вашему докладу на усуждение, и понятие биосоциального вещества. Но вот немножко осталось непонятную, что это такое, если можно, может быть, есть некая лёгкая формулировка, во-первых, что это такое, во-вторых, почему Вы передаете мне такое большое значение? Вы знаете, нет формулировки. Это как идея брошенная. Вот как антропоцент был 20 лет назад, 15 лет назад брошено сначала слово антропоцент, и после этого началось его оформление, которое в прошлом году только оформилось в нескольких огромных научных статьях антропоцент, что такое, чем отличается, какие-то подразделения, все это. Как же и здесь. Мы бросаем это слово для того, чтобы сконцентрировать мозги в этом направлении. Вот мы все время говорим, вернадский, все остальные, гонифеи. Переход к атмосфере, переход к атмосфере, переход к атмосфере. А что это такое? Мы говорим, что может быть, вот из того, что материалы, которые мы представили, из обсуждений, которые мы вели, что может быть, это какой-то новой формы вещества. Это не просто умное поведение человека. Нет. А человек вместе с паутинной жизнью, которая существует, вместе с существующей биосферой, организует что-то такое вместе единственное. Ну, это философское понятие, это не биологическое, его не посчитают. Это философия. Вот принятьщик биосоциального вещества. Отнотическом отяне острова пустын Бутыр заселяемые сейчас водостями и рыбой. Вот, ребят. Алексей Владимирович, Вы чудесно сделали доклад о том, как, в общем, можно потенциально управлять в кризисном состоянии изменениями биосферы. И как-то вписывает, видимо, жизнь человека в биосферы. А, что вы говорили, это самое. Да. Значит, дело в том, что любой эволюционный процесс – это время. Есть традиционное видение эволюции, которое протекает в геологических характерных временах. Но, слава Богу, есть возможность рассуждать и экологам о быстрых процессах эволюции. Такое тоже возможно. Но для этого требуется, по крайней мере, какие-то, может быть, несколько десятков лет, сотня лет. Это будут какие-то изменения заметны. Как управлять в таком режиме, вот, ответом, который мы получим через десятки лет? Значит, я один слайд не показал, который был у меня за пределами моего показа, после этого самого, уже когда я поблагодарил. Вот как раз об этом. Что одна из особенностей современного этапа эволюции антропоцена – тысячекратное ускорение всех процессов. И как это пойдет, непонятно. В статье, которую я рекомендую вам точно взять, там мы говорим о том, что, может быть, надо подумать насчет неприложимой ли к этому концепции канализации развития Водингтона. Что, может быть, криоды не в генетическом плане, как он говорил, а вот в таком филогенетическом плане, что-то такое вот. Но тогда это будет ускорение развития, и это будет страшное исчезновение видов, видов, видов. А что из этого получится, непонятно. Ясно, что биосфера, вот как Анатолий Семенович говорит, перейдет на другой уровень. Анатолий Семенович, энергетический, прогнозонный, низкий, уже не высок, а низкий. Мы на каком уровне, как мы его спасем, на каком уровне, вот это надо размышлять и делать. Коллеги, вы показали в конце доклада различные прогнозы численности человечества. Значит, беря самый оптимальный прогноз, сокращение численности человечества, темпы, о которых вы только что говорили, что пойдет быстрее, разрушение биосферы или сокращение численности человечества, потому что остальной политикой считает... Мой прогноз для человечества печальный. Я об этом много раз говорил в другом контексте. Я считаю, что человечество будет отринута биосферой. А вот на каком уровне масса сохранимся, это вопрос. Но чтобы мы такие, как есть, не сохранимся, это точно. Спасибо.